Добрый вечер, это Вести Татарстана, в студии Алмаз Хакимов. Смотрите сегодня выпуски. Рабанул, не дожидаясь капремонта, в мегаполисе ликвидирует последствия крупной коммунальной аварии. Парализовал центр в Казани на поток машину, рухнул бетонный столб, что стало причиной падения. Кому платить? ТЦЖ и управляющая компания не могут поделить дом. Конфликтом заинтересовались в УВД. Претендент всего один. Кого выдвинули на соискание престижной Тукаевской премии? Победоносные волонтеры начали акцию «Георговская лента». Где можно ее получить? Почти сутки жители 150 домов в советском районе Казани оставались без водоснабжения. Его отключили из-за крупной аварии на коллекторе. Сегодня в школах и детских садах этого района не было занятий. Частично последствия были ликвидированы днем. И как только что нам сообщили в водоканале, через полчаса ситуация полностью стабилизируется. О причинах ЧП в материале наших корреспондентов. Пересохшие краны застали семью Касимовых врасплох. На все нужды один полупустой бутыль и тот, говорят, только чтобы выкупать дочку. Я даже не могу постирать детское белье, не могу помыть посуду. Авария оставила без воды тысячи людей, жителей 150 домов, 20 детских садов и несколько школ. По району весь день курсировали водовозы, но на всех их не хватало. Вчера как-то вроде хватило, вот 10 литров. А вот сегодня опять в очередь после работы сразу сюда. 75 рублей бутылка для питья. На тонну больше берут. Второй день будет. Авария случилась из-за обрушения коллектора на перекрестке Зорги и Габишева. Сети прохудились, причем в этом году на них был запланирован капитальный ремонт, но не успели. По словам очевидцев, вода била фонтаном, почва уходила из-под ног. Всю ночь на месте аварии трудились три рабочие бригады. С наступлением утра их удвоили. Однако к пяти вечера водоснабжение восстановили только частично. Идет замена поврежденного трубопровода, полностью меняют 25-метровую часть. 25 метров копают, ставят новую. Сейчас возобновили водоснабжение в 64 жилых домах. Дали воду в трех детских садах, в трех школах и в одном реабилитационном центре. Ближе к семи вода потекла тоненькой струйкой. В остальные дома, как сообщили в водоканале, нормальным напор станет после девяти часов вечера. Светлана Салманова, Эльмир Заляев, Адель Миндубаев, Вести, Татарстан. Бетонный столб на улице Ершова в Казани едва не привел к человеческим жертвам. Сегодня в полдень мачта уличного освещения упала на движущиеся автомобили. Наш корреспондент Алина Хусаинова одной из первых оказалась на месте происшествия. Смотрите, подголовник. А голова, она же выше обычно бывает. Вот где-то на этом уровне голова кончается. Смотрите, что было. Владельцам этих машин понадобилось несколько часов, чтобы отправиться от шока. Рассказ у всех одинаковый. Ехали через пробку со скоростью 5 км в час. Внезапно на авто упал столб. Сегодня на улице Ершова около полудня фонарный столб упал прямо на поток движущихся машин. Серьезно пострадали три автомобиля. Также падая столб, оборвал троллейбусные провода. Серьезные поломки у трех машин, но больше всего пострадало авто Сергея Калинина. Предстоит дорогостоящий ремонт. У машины повреждена крыша. К счастью, в автомобиле не было пассажиров. Слышал хруст, потом просто почувствовал удар и обернулся. Вижу, что машина разбита сзади. Я вначале просто в шоке был. Я пытался из машины вылезти. В это время очевидцы побежали. Они спросили, пострадавший есть или нет. Если бы еще мгновение и столб упал не на мой капот, не на капот моей автомашины, а именно на крышу, и как бы меня бы придавило. И без того осложненное движение на улице совсем прекратилось. К тому же столб оборвал троллейбусную электролинию. На место происшествия съехали спасатели, медики и электрики. Возможные причины произошедшего пока озвучили только сотрудники МЧС. По предварительным данным, столб был старым и сильно проржавел в основании. Своё разбирательство начали в городском комитете по благоустройству. А водители, попавшие в неприятную ситуацию, намерены подать иски на компенсацию. Алина Хусейнова, Илья Шорин, Вести Татарстан. Сегодня Дмитрий Медведев провел в Кремле расширенное заседание Государственного совета. Действующий президент подвел итоги последних четырех лет развития страны. Но основное внимание уделил тем задачам, которые еще только предстоит решить. На заседание были приглашены губернаторы, спикеры обеих палат федерального собрания. В мероприятии принял участие и президент Татарстан Рустам Маниханов. Каждые три дня смерть на производстве. Такова средняя статистика по Татарстану за прошлый год. Причина трагедии – устаревшее оборудование и несублюдение правил безопасности. Данные озвучили сегодня на заседании Республиканской межведомственной комиссии по охране труда. В этом году погиб 21 человек. Республика сейчас антилидер среди регионов ПФО. Чаще всего ЧП происходит на стройплощадках, в сельском хозяйстве и на обрабатывающем производстве. Премьер-министр Эльдар Халиков заявил, чтобы решить эту проблему, нужно ужесточить контроль и увеличить штрафы. С работодателем в честь проще, дешевле можно говорить, хотя этот термин никак не применим здесь, заплатить штраф, чем низкие затраты на обновление оборудования, приобретение средств индивидуальной защиты и так далее. Конечно, я уже сказал, что законодательство явно несовершенно. И сегодня Эльдар Халиков обсудил перспективы сотрудничества Татарстана с датскими компаниями в области поставок оборудования для инвалидов в рамках программы «Доступная среда». Иностранцы предложили подъемники в медицинских учреждениях, в бассейнах и в квартирах. Эльдар Халиков подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с зарубежными компаниями. Выводы Казани начали проверку по факту сбора денег управляющей компанией «Уютный дом» с жильцов на Абсалямова, 30. Казанцы от их услуг отказались в 2009-м и организовали свое ТСЖ «Меридиан». Но «Уютный дом» продолжает присылать счета факторы. Жильцы в растерянности, кому платить. Насколько законно жить под управлением двух коммунальщиков? Об этом Эльмир Заляева. Не знаю, кому платить. Или ТСЖ, или «Уютный дом». Не знаем даже, кому платить. Разбираться в юридических дебрях жильцы дома по улице Абсалямова уже не берутся. В 2006-м их обслуживал управляющая компания «Уютный дом». В 2009-м создали собственное ТСЖ «Меридиан». В сентябре 2010-го снова перешли управляющие компании. С тех пор чуть ли не каждый месяц коммунальщики меняются. Жители не могут найти компромисс. Половина хотят самостоятельно управлять домом. Половина готова поручить от другой организации. Тут и «Уютный дом» и ТСЖ. Но они тоже с утра приходят, вроде ходят, убираются. И потом вы сюда приходите днем? И потом постараюсь, наверное, моя начинается. Тот без болтанки не разберешься. Рамзия Софиулова сама живет в этом доме. Работает в управляющей компании. Говорит, дом обслуживает и ТСЖ, и «Уютный дом». А потому и счет фактур тоже приходят две. По какой платить, каждый выбирает сам. Я сейчас в «Уютный дом» перешла. Половина платит в «Уютный дом». Тут они вообще не платят никуда. Тут и ТСЖ платят. Прием населения ТСЖ «Меридиан» ведет прямо здесь, вот в этой электрощитовой. Но исключительно в вечернее время. Застать их на месте не удалось, поэтому пришлось связываться по телефону. К тому же представитель ТСЖ пожелала остаться неизвестной. У нас выигранное дело, где написано русским языком, что все управление домом, все периоды осуществляло только ТСЖ. И договора только у ТСЖ, и в суд подают посольщики только на ТСЖ. Мы формируем счет фактуры с учетом жилищной, коммунальной услуги, наша единая форма счета фактуры. Все жилищные услуги мы оказываем, то есть мы обслуживаем всего-всего-всего, кроме коммуналки. Коммуналку из-за того, что они не заключают договор, мы людям все равно выставляем. И все эти денежные средства, они автоматом уходят от нарогозбыта. Уже с начала 2009 года отсутствует договор с управлением компанией «Уютный дом». И расчеты на сегодняшний день производятся в ТСЖ «Меридиан». «Уютный дом» уже не раз пытался заключить договор с поставщиками услуг. Пока безуспешно. Товарищество собственников жилья «Меридиан» остается полноправным управляющим, и именно они расплачиваются за воду, тепло и свет. Вот только компания с ТСЖ постоянно судятся за право обслуживания. А жильцы продолжают каждый месяц гадать, кому заплатить, чтобы не быть должником. Коммунальное двоевластье привлекло внимание и УВД города. Уже идет проверка. Ильмир Заляв, Илья Савельев, Айдар Кунафин, Вести, Татарстан. Впервые за 8 лет в Татарстане конкурсная комиссия выбрала только одного претендента на премию имени Габудулатукая. Об этом сегодня заявили на брифинге в кабинете министров. На ее соискании изначально было подано 18 заявок, но на тайном голосовании определился только один лидер – творческий коллектив создателей архитектурного комплекса «Мечити Кушариф». Сколько в итоге будет присуждено премии, решение остается за президента Татарстана. Ждая премию Тукая, быть абсолютно уверенной в единстве как профессионалов, так и широкой общественности. Вот когда такое согласие есть, как по авторам мечети Кушариф, тогда действительно и члены комиссии, и единогласные, со спокойной душой дают свои голоса. Вообще считаю, что Кушариф – это звезда нашей жизни сегодня. Вы должны с этим согласиться. Рессор Медшин от имени президента Татарстана вручил генсекретарю ООН Пан Гимону приглашение посетить универсиаду. Это было сделано в ходе встречи в Нью-Йорке руководителя организации с мэрами городов, входящих в общество «Объединенные города и местные власти». Городоначально Казани является ее субпрезидентом, а также занимает должность главы евроазиатского отделения. Участники делегации обсудили идеи разработки, которые смогут помочь развитию городов. Проблемы у каждого города разные, но тем не менее, то, что сегодня на уровне генерального секретаря ООН эти проблемы обсуждаются, это очень важно. Обмениваться тем передовым опытом во всех направлениях, которые в мире есть. И я считаю, что очень знаковое событие, что сегодня на таком уровне эти проблемы звучат, и мы надеемся, что голос муниципалитетов будет обязательно услышан. Казань пестрит георгиевскими лентами. Их начали раздавать волонтеры. Акция продлится до 9 мая. Символ уважения можно получить перед театром Камала на Баумана, Петербургской и в крупных торговых комплексах. В преддверии Дня Победы уже стала традиция украшать георгиевскими лентами одежду, сумки, автомобили в знак благодарности. Это очень хорошая акция, воспитательный момент, патриотический момент. Потому что молодежь вспоминает нашу историю, вспоминает своих родителей, свою семейную историю. То есть, когда ребята раздают ленточки, они начинают рассказывать друг с другом, что им рассказывали бабушки, дедушки. На полях Татарстана развернулась весенняя полевая кампания. Правда, большого урожая в этом году ждать не стоит. Часть озимых погибла. Агрария спасали растения различными способами, как это делали в Алькеевском районе в нашем следующем репортаже. На полях Алькеевского района завершили подкормку озимых еще на прошлой неделе. Удобрения рассеивали с воздуха. Одновременно на полях агрохолдинга работали 36 самолетов. И результаты не заставили себя ждать. Удалось спасти почти 62 тысячи гектаров озимых. Минералами снабдили и многолетние травы. Спасать посевы пришлось и за поздние весны из-за лежалого снега у многих. Как в Татарстане, так и по всей России. Часть озимых погибла. Огромные потери, огромные потери озимых по республике, на югах страны. И я думаю, что в этом году урожай будет, конечно, не очень хороший. И очень большой предстоит пересев. В Татарстане, я думаю, где-то, наверное, 300-400 тысяч гектаров минимум придется пересевать. Одними из первых в республике к посевной приступили аграрии холдинга «Красный Восток». Причем для посадки они используют только высококачественные семена. Зерна прошли четырехступенчатую обработку, чтобы ни один вредитель не смог попортить урожай. Сейчас идет посев ранних зерновых культур, кукурузы и подсолнечника. Благоприятное время завершения сева закончится примерно, наверное, дней через шесть. То есть поэтому надо всем просыпаться и очень быстро работать в круглосуточном режиме. Сейчас агрархолдингом «Красный Восток» засеяно уже больше 10 тысяч гектаров полей. Посевную в Алькеевском районе планируют закончить рано, к 8 мая. Дарья Бакуина, Вести, Татарстан, Алькеевский район. Ритмы, которые знают и любят, далеко за пределами Татарстана. Сегодня в Казани прошел отчетный концерт лауреата многочисленных конкурсов ансамбля народного танца «Салават Купере». Артисты порадовали поклонников украинскими, татарскими, русскими и другими танцами народов по Волжье. Подробности у Карины Насрудиновой. Красота движений, буйство красок, народный танец с элементами импровизации. Вот за что ансамбль «Салават Купере» знают и любят и за пределами Татарстана, от Москвы до Стамбула. Каждый концерт коллектива – настоящий праздник для любителей народного творчества. Давайте посмотрим отрывок из выступления. Татарский танец «Юкебашмак» можно сравнить с ирландской чечеткой. Это визитная карточка ансамбля. В репертуаре он 8 лет. Изюминка номера – плятеные липовые ботинки на высокой платформе. С их помощью артисты отстукивают ритм. В старые времена, когда было грязно на улице, чтобы не испачкать галоши или обувь, одевали вот такой слой деревяшку вниз прикручивали или пировкой завязывали. И в принципе из-за того, что обувь не пачкалась, они ходили. Когда они ходили, у них создавался звук «тук-тук-тук-тук». И вот после этого пошло «Юкебашмак». Музыкальное сопровождение танцев – важная деталь всего номера. «Мелодии» специально для коллектива сочиняют казанские музыканты. Отчетного концерта поклонники ждали с 2010 года. Именно тогда, в последний раз, артисты выступали перед публикой на этой сцене. За полтора часа выступления они порядовали разнообразными танцами народов по Волжье. Карина Насурдинова, Илья Шорин, Вести, Татарстан. Итоги дня подведет мой коллега Алексей Фиканов. Вести плюс выйдут в 1 час 20 минут. Хороших новостей и до встречи на канале «Россия». «Россия». Продолжение следует...